Друзья, это вторая часть ролика, рекомендую сначала посмотреть первую, ссылку на нее вы можете найти в описании. Техник находится на втором этаже здания, в достаточно небольшой комнатке, где-то 10 на 30 метров. Был вторник, а так как магазин не работает в понедельник, мы, видимо, попали в день обновления. У кассы стояли стопки нового винила, сотрудники бегали туда-сюда, а люди активно дигали. Так что, как вы понимаете, мне вновь пришлось включить режим Ninja Stealth, но кое-какие кадры сделать удалось. В центре комнаты находится большой стол с ящиками. С одной стороны стола хаос, с другой техно. Сортировка стандартная, по алфавиту, но выглядели некоторые артисты и лейблы. К примеру, от такой чести удостоился наш соотечественник Антон Запп. Особенно приятно было обнаружить здесь свою пластинку, хотя, очевидно, по ошибке отправлены одним из покупателей в раздел техно. Кстати, о прослушивании. С одобранными пластинками нужно подойти к кассе, где находятся несколько вертушек. После этого дождаться, когда продавец снимет со всех пластинок защитные пластиковые конверты. И уже после этого можете приступать к прослушиванию. Вообще, в большинстве магазинов действует правило. Не нужно раскладывать пластинки по местам, потому что вы можете забыть что-то и перепутать. Тем самым усложните жизнь продавцам. Поэтому либо вы кладете пластинки рядом с вертушкой в специальный ящичек, либо просто отдаете продавцу. В техник действует именно второе правило. Вы отдаете пластинки продавцу, и он их раскладывает по местам. И вот что я нашел. Sleazy D, Classic Acid House, мощнейший трек I've Loosed Control. Это, правда, переиздание, по-моему, 98-го года. 11-й релиз лейбла Loop De Loop, которым занимается Пал Джой. И по сей день выходят релизы, только уже, насколько я знаю, в цифровом виде. В тот случай, когда я невнимательно посмотрел на Яблоко. Это сорта Trackards, Джоти Иванелли, трек Play With The Voice, но два ремикса. Первый от Пола Ван Дайка, а второй от Джо Белтрома. Возможно, пластинку эту просто разыграю, и для кого-то она будет более полезной, чем для меня. Лейбл King Street Sounds, Керри Чендлер, Heal My Heart с ремиксами Квентина Харриса. Очень удивлен был обнаружить здесь эту пластинку. Альбом Мистера Фингерса, Introduction. Это 92-й год. Если вы еще не смотрели перевод интервью на Red Bull Music Academy с Ларри Хёрдом, обязательно сделайте это, он рассказывает об этом альбоме. К тому же, кстати, здесь находится и дополнительная 12-дюймовка с такими треками, как USSR и Children at Play. Ну и еще одна очень удобная находка, The Early Ears с Трикли Ритм. Здесь две пластинки с классическими треками 92-93 года. В общем-то, очень удобно в диджейскую сумку положить и иметь все под рукой. В принципе, можно было покопаться еще, но меня остановила очередь к вертушке. Кстати, здесь можно еще и мерч купить, например, футболки, слепматы. У них есть очень клевые сумки для пластинок из такого прочного материала. Мы передали продавцу привет из Москвы, подарили наши стикеры, и он также попросил наклеить один у входа, и мы двинулись дальше. Буквально в трех минутах от техник находится торговый центр Beam, на четвертом этаже которого располагается магазин RecoFun. Достаточно большой, с огромным количеством поддержанного винила, дисков, новых релизов, но преобладает здесь, конечно же, рок и классическая музыка. Но есть и пара интересных закутков, один с джазом и один с соулом, фанком, хип-хопом и танцевальной музыкой. Скажу честно, о танцевальной музыке у владельцев магазина весьма специфическое представление, а вот с остальным полный порядок. Здесь несколько тысяч классических хип-хоповых синглов, много классических соул и фанк-альбомов, а цены очень даже приемлемые. Я здесь откопал две очень классные пластинки. Это Бен Вебстер, мой любимый саксофонист, и Джонни Хамон. Это два человека, чьи альбомы я покупаю при любой возможности, потому что это большие мастера. На выходе я прихватил вот такую книжечку, выпущенную специально к Record Store Day, где приведен, я думаю, наиболее полный список виниловых магазинов в крупных городах Японии. Впоследствии, кстати, эта книжечка нам пригодилась. Последней виниловой точкой в этот день стал пятачок, где расположены несколько маленьких магазинов. Самые заметные из них — Face Records, посвященные черной музыке, джазу, соулу и фанку. Магазинчик очень небольшой, но пластинок здесь очень много. Большая часть этого, естественно, джаз, соул и фанк. Есть также немного хаоса и техно, в том числе и японского. Помимо нас тут было всего пара человек, так что подиггать можно было достаточно свободно. Вертушка для прослушивания тут стоит одна. Но для себя нашел здесь несколько просто отличнейших пластинок. Agai Players, альбом Fire, Marvin Gaye, That's the Way I Love Is, The O.J.'s Message in the Music, Aretha Franklin, I Never Loved A Man The Way I Love You, со знаменительшим треком Respect. Ну и, конечно же, Джеймс Браун, альбом Sex Machine Today. Сразу напротив Face находится магазинчик Next. Как оказалось, посвященный целиком и полностью хип-хопу. Тут очень много эпишек, которые, к слову, стоят достаточно дорого. В среднем около 2000 йен. К тому моменту я уже насмотрелся на альбомы по таким ценам в других магазинах. А альбомы здесь были еще дороже. Да и не так уж их много попадалось. Но я честно порылся, тут много пластинок конца 90-х и начала нулевых. Ну, попадается и классика. Короче говоря, нашел я то, что давно хотел, пластинку The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Кстати, вы помните, я рассказывал о комиксе Hip-Hop Family 3? Так вот, ребята из издательства Белое Яблоко решили перевести его. И уже в продаже появился первый выпуск сингла, то есть 32-страничного комикса. Уже сейчас его можно купить. И в ближайшие дни он появится и в Vox Ninja. Так что следите. Именно в этом комиксе, кстати, и рассказывается история пластинки Grandmaster Flash. Про оставшиеся два магазина, к сожалению, сказать мне практически нечего. Они находятся в одном здании. Nerds полностью посвящен тяжелой музыке, панку и хвей металлу. Здесь продается всяческий мерч, типа значков, бандан и так далее. Ну, есть пара коробок и пластинок, но CD, конечно же, больше. А когда я попытался зайти в Mother, то увидел маленькую комнатку, заваленную коробками. Ко мне выбежал владелец, повторяя слово Private. Судя по табличкам, которые я увидел, этот магазин также посвящен року и металлу. На следующий день мы решили перевести дух и съездить на искусственный остров Адейба. Добраться до него можно на монорельсовом беспилотном поезде. К сожалению, я узнал, что робот Гэндам уже демонтирован. Мы опоздали буквально на два месяца. Он стоял здесь с 2012 года. Но отсюда открывается очень красивый вид на залив и Токио. Затем мы отправились в район Асакуса, который, пожалуй, является наиболее туристическим. Здесь находятся сувенированные торговые ряды и один из самых больших буддийских храмов Сен-Сэдзи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного отдохнув, на следующий день мы продолжили исследования в виниловых магазинов. Мы планировали отправиться в магазин Jet Set, который находится в квартале Китадзава района Сатагая. Это примерно 15-минутные электрички от станции Сибуэ. Так что попутно перед этим решили зайти в магазин, а скорее даже в музей синтезаторов 5G, находящийся недалеко от Сибуэ. Скажу честно, я такого обилия музыкальных железок за раз не видел ни разу в жизни, даже на московском симпозиуме. Тут все. Классика Ролландовских синтезаторов, драм-машин, Дель Смит, Ямаха, классические модели сэмплеров Акай, МПС-60, соседствует с Джуна 6, клавишных инструментов буквально десятки. На промодульные системы я вообще промолчу, здесь несколько огромных шкафов. На входе магазина, кстати, стоит несколько ящиков с бесплатными кабелями питания и жесткими дисками для старых систем. Добравшись до Ситагая, мы достаточно быстро нашли магазин Jet Set. Вообще, я думал, что это что-то вроде техник, но, как оказалось, я ошибался. Упор здесь сделан, скажем так, на музыку для сэмплирования. Джаз, фьюжн, рейргрув, диско, этника. Вообще, мне кажется, тем, кто активно сэмплирует, здесь очень понравится. Да, есть и танцевальная музыка, но совсем немного. В основном техно и нью-диско-эдиты. И, как они это назвали, минимал хаус. Ну и да, это именно новые релизы, поддержанных очень мало. Они сложены в коробке на полу, без какой-либо сортировки. Тут и старые хик-хопы, и брейкбит, и хаус, все подряд. До того, как поехать в магазин, мы посмотрели сайт, нашли там несколько клевых футболок, но, как оказалось, все они находятся в другом магазине Jet Set, который расположен в городе Осака. До него добираться три часа на электричке. Поэтому мы решили оставить это на следующую поездку. Единственный первый магазин, где я даже как сувенир себе ничего не нашел. Вот. Так что тут в окрестностях есть еще. Вроде как один магазин будем сейчас смотреть. Ну, тут прям в трех минутах пешком оказался диск Юнион второй. Настя манит. Это именно тот магазин, где мы осознали, что такое диск Юнион. Две комнаты, одна побольше. Здесь рок, регги, фанк, соул и джаз. Вторая поменьше, но с огромным количеством хаоса, техно и хип-хопа. Как на виниле, так и на CD. Пожалуй, не буду долго болтать, просто покажу вам несколько кадров для общего представления. Продолжение следует... Кстати, здесь и небольшой раздел с книгами есть. Ну и, само собой, коробка из винила по 108 ян. Ну и вот мой лов. Керри Чендлер, Love Will Find A Way. Снова Керри Чендлер, Purple Wall AP. Стратосфера AP. Это опять Керри Чендлер, но на этот раз с Яхи Макдугал. Неожиданная находка. Это Силки с треком Headbutt Dadek. На самом деле это дабстеп трек, но он очень мелодичный, поэтому я его очень люблю. И опять Керри Чендлер, The June 23 AP. С лейблом Max Tracks. Дэниел Диксом, Allilue AP. Это четвертый релиз Night Grooves. Еще одна очень крутая находка. Альбом Grandmaster Flash и The Furious 5, The Message. Еще один релиз, Pal Joy. На этот раз самый первый. Lil U с синглом Lonely. Или Club Lonely. Ну и еще одна из крутейших находок, это сборник Earth, вышедший на Good Looking Records, которым занимается никто иной, как LTG Booking. Здесь 5 пластинок, все они в отличном состоянии. Вообще здесь были 4 части этого сборника, но, как вы понимаете, я волновался, что будет перевес, поэтому ограничился только первый, тем более, что она самая любимая. Ну а Настя купила сразу несколько редких альбомов Muddy Man. Короче говоря, мы поняли, что надо найти остальные Disc Union в Токио. Вот в этом нам как раз и помогла та самая книжка из RECO Fun. Благодаря ей мы выяснили, что в Токио есть еще как минимум один Disc Union, который может быть интересен. Ну и, конечно же, стоит вернуться в самый первый на Сибуэ. На следующий день перед Disc Union посетили еще пару очень интересных мест. Мне давно было интересно побывать в магазине Super Potato, посвященном ретро-играм. Находится он в районе Акихабара. Вообще, этот район славится тем, что здесь огромное количество магазинов, посвященных различным хобби. Здесь также собираются любители манги, аниме, да и вообще оттоку, то есть люди, увлеченные чем-либо. Super Potato — это еще один магазин-музей, на этот раз для геймеров. Здесь три этажа. Первый посвящен консоли от Nintendo Famicom, известный нам по пиратскому клону Dendy. Второй этаж — более позднее поколение консолей. Nintendo 64, PlayStation, Sega Saturn и так далее. На третьем этаже находится аркадный зал, стоимость одной игры 100 йен. Ну и еще здесь расположен небольшой магазинчик всяких странных японских конфет и жвачек, в том числе и по мотивам известных игр. Ну а перед финальным прыжком в пучину винила мы решили забраться как можно выше, на 25 этаж здания мэрии. Субтитры создавал DimaTorzok На этот раз наш путь лежал в район Синдзюку. Именно здесь расположено аж 6 магазинов Disc Union. Каждый из них охватывает определенные направления. А нас заинтересовали два. В первом мы ожидали увидеть поддержанные пластинки, а во втором все, что связано с танцевальной музыкой, хип-хопом и так далее. Как оказалось, первый магазин посвящен классической музыке целиком и полностью, а юст подразумевает бушную музыкальную аппаратуру. Здесь же рядом продается и новая аппаратура. Все это называется Second Hands и Audio Union, соответственно. Спускаясь к выходу на лифте, мы совершенно случайно вышли на третьем этаже, где находится Book Union. Здесь продается огромное количество книг и журналов есть и на музыкальную тематику. Конечно же, большая часть из них на японском языке. К примеру, вот такая интересная книга. Журнал Groove или King и Fader. Но кое-что было и на английском. Для себя нашел историю Марвина Гея, книга 1984 года. Нашел также третий номер журнала Groove 1995 года с CD-диском внутри, на котором даже какие-то сэмплы записаны, а на обратной стороне реклама AK MPC 3000. А еще я прихватил сувенир для моего друга Андрея, японский журнал Ellie King 1995 года выпуска, посвященный джангл-культуре. Тут, кстати, есть небольшой секонд-хенд с футболками на музыкальную тематику. Затем мы отправились в соседний магазин, посвященный танцевальной музыке. Конечно, был и хаос, и техно, но, к сожалению, почему-то я нашел для себя не так много интересного, но зато то, что нашел достойно внимания. Во-первых, это первая часть X-Bits Ones Джеффа Милса, японское издание с буклетом, все как положено. Также я нарыл здесь Кашмир Перколэйтор, и даже не верится, что за такие деньги его можно купить. Ну а напоследок Super Disco Breaks. Эта пластинка была сделана специально для диджеев. Речь, конечно же, идет о хип-хоп-диджеях конца 70-х. Здесь собраны треки с классическими брейкбитами, например, Scorpio. Короче говоря, про эту пластинку тоже написано в комиксе Hip-Hop Family 3, так что обратите внимание. У Насти влог был еще солидней, но она не разрешает мне рассказывать. Но вы можете подписаться на ее инстаграм, вот здесь он будет написан. Она там делится различными находками пластиночными. Ну и на мой можете подписаться. Что ж, дальше мы отправились на нижний этаж этого же магазина. Тут можно найти soul, funk, jazz. Магазин небольшой, поснимать там тоже, к сожалению, не удалось, но вот пара фотографий. Тут все как обычно, сортировка по алфавиту, кое-какой мерз, стикеры, книги, диски. В итоге я психанул и купил три альбома Майкла Джексона, те самые, которые продюсировал Куинси Джонс. Off the Wall, Thriller и Bad. В общем-то давно хотел их, музыка детства, как-никак. На следующий день, гуляя по Сибой, мы случайно обнаружили еще один магазинчик, Manhattan Records. Тут была распродажа, на улице были выставлены коробки, и люди активно в них копались. В целом, если повнимательнее здесь подвигать, здесь можно набрать массу интересных пластинок. Настя, например, видела, как парень выцепил из одной из распродажных коробок пластинку Boomin' in your Jeep Kenny Doop'a. По большей части магазин посвящен хип-хопу, я тоже немного порылся, но экономил силы для диск-юниона. В итоге нашел пластинку Jeanne, Hey Mr. DJ и книгу Faces of Hip-Hop. На этот раз мы подошли к делу основательно. Я перерыл весь раздел с хаосом, новыми поступлениями и распродажей, и даже в техно немного залез. В итоге даже пришлось кое-что отложить, потому что мысли о перевесе меня продолжали беспокоить. Ну и вот, что я в результате надигал. Третий релиз Red Planet, это саблэйбл Underground Resistance, здесь трек Sex and Zero Gravity. Вновь пал Joy, на этот раз второй релиз. Компиляция Glasgow Underground, Volume 1. Можно сказать, что с этой компиляции началось мое знакомство с Deep House, это где-то 99-й год. А именно трек Just a Mood в ремиксе Энди Каррика. Конечно же, Керри Чендлер, The Downtempo IP. Theo Parrish с треком Smile, это релиз лейбла Music Is. Классика Strictly Rhythm, The Fmd Project, The Deep AP. Здесь я очень люблю трек Remember the Memory. Да и вообще в целом пластинка очень хорошая. Ну и напоследок, наконец-то я наткнулся на пластинку Ten City с треком That's the Way Life Is. Очень люблю эту песню. Здесь два классных ремикс. Один более эсидовый, другой более диповый. Но в обеих прекрасный вокал. Из Disc Union я ушел довольный и с приятным чувством удовлетворения. Оставшиеся дни мы уже принципиально не заходили в магазин, а просто наслаждались городом. Потому что они действительно поразители. Для меня Tokyo стал, пожалуй, одним из самых ярких впечатлений в моей жизни. И это касается, естественно, не только винилового шопинга. За кадром осталось много всего интересного. Но канал у нас музыкальный, поэтому я стараюсь не выходить за рамки. И надеюсь, что вам было интересно. Эта информация пригодится. Но в Японию, я думаю, что еще вернемся. Здесь интересно посетить города Осака, Киото. Да, в конце концов, гора Фудзи. Спасибо за просмотр, друзья. Если было интересно, ставьте лайк. Если вы новенький, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, можете задать их в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Ну и обязательно смотрите другие видео. Недавно, например, вышла история лейбла King Street Sounds. Большое спасибо всем, кто смотрит, делится с друзьями. Вы классные. Ну и слушайте винил. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok